Добрый вечер! На календаре 4 января воскресенье в эфире Арцарского общественного телевидения первый выпуск программы «Вестник» нового 2015 года. Сегодня в передаче. Рождественская беседа с духовным предводителем Арцаха. Новогодние рождественские поздравления мэра Степанакерта. В Центр избиркоме подвели итоги 2014 года. Новогодние репортажи из русской школы и детского сада номер один столицы. Итак, подробности материалов. В республике продолжаются новогодние празднества. А через день 6 января мы отметим один из главных христианских праздников – Светлое Воскресение Христова. Исследуя логики, мы пригласили в качестве первого гостя программы в наступившем году главу Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паркева Мартиросяна. Владыка, обычно во время наших рождественских бесед мы затрагиваем круг вопросов, который так или иначе связан с Рождеством Христовым. На этот раз я хотел бы с вашей помощью, безусловно, обнажить связи и параллели между новогодним праздником и Рождеством Христовым. А в том, что эти связи есть, сомневаться не приходится. Даже словари, к примеру, Ожегова, говорят о рождественском деде, имея в виду Деда Мороза. Наше летоисчисление начинаем с Рождества Христова, 6 января. Новый год, 1 января, это чисто астрологическое имеет значение. Но, как правило, в древности, до появления социализма, мы всегда праздновали Рождество и вместе с тем праздновали Новый год. Но, появилось такое понятие, как праздновать Новый год до Рождества, хотя это постная неделя у нас, нельзя его нарушать. Но на это имели свои какие-то причины. Вы знаете, еще в 15 веке иллюминаты сделали себе, поставили задачу заменить все государственные, все христианские праздники на государственные. И вот празднование Нового года является одним из последствий вот этого, чтобы нивелировать Рождество. И получается, что мы уже 100 лет или 100 с лишним лет начинаем праздновать Новый год именно в постные дни. Пьют, едят мясное, что, конечно, неправильно. Хотя у всех людей, вольно-невольно, Новый год, он как-то ассоциируется именно с Рождеством. Ну, поэтому народ вот так пышно празднует Новый год. Конечно, идет ассоциация с Рождеством, все это понимают. Раньше в ходу было все большее выражение «рождественская елка», ставили «рождественскую елку». Сейчас как-то вот этот праздник приобрел светский, более мирской характер. И мы более говорим о новогодних, нежели «рождественской елке». Ваше отношение к такому процессу, к такой тенденции, и вы лично ставите елку, украшаете, и какой смысл вкладываете? Раньше всегда ставилась «рождественская елка», «христовая елка», как ее раньше называли. Сейчас она стала новогодней елкой. Опять причина та же, что я вам сейчас недавно говорил. Но в христианстве, значит, «рождественская елка», она сама по себе символизирует древо жизни. Древо жизни. Вот. И мы должны прекрасно понимать, что в этом райский смысл заложен. Смысл спасения, символ жизни, символ спасения. И он также связан с понятием Деда Мороза. Елку я так, конечно, ставлю как христианин, она для меня имеет смысл как рождественская елка, как древо жизни. Я ее тоже украшаю. Я не собираюсь отказаться от наших старых христианских традиций. Это другое дело, что под влиянием мирских привычек, законов, люди стали уже украшать ее на Новый год. Не на Рождество, а буквально на Новый год. Хотя, вы знаете, елку, если наряжают с 31 декабря по 13 января, аж по старому стилю, и включая Рождество, рождественские праздники, они ее как бы растянули, включая туда еще и Рождество. Ну, понятно, раз праздник, люди должны радоваться, должны ее торжественно праздновать, пышно праздновать. В этом ничего зазорного нет. Принято в новогоднюю ночь, точнее в полночь, загадывать желание с бокалом шампанского засыпать туда какой-то пепел, и буквально за несколько секунд до боя часов что-то загадывать, и оно исполняется по верованиям людей. Что это? Простота человеческая, наивность какая-то, или, может быть, неосознанная все же молитва? Вы знаете, это, конечно, наивная простота, но она в себе несет глубокий подтекст. Люди понимают, что раз Рождество, это явление связано с Рождеством Бога, с его воплощением в человека, это чудотворное явление, это уникальное, единственное явление в мире, и оно сопряжено с чудом. Это как бы носит характер наивной простой молитвы. Я вот загадаю, я вот попрошу от души, а может быть, вот мое желание исполнится, и сотворится чудо для меня. Вот надежда на чудо, на рождественское чудо. Лично вы предпочитаете какой новогодний стол? Что должно быть? Есть у вас какие-то любимые новогодние рождественские, скажем, скорее всего, блюда? Насчет горячительных напитков, все же Библия сама рекомендует священнослужителям вино в качестве лечебного средства. Ну, принято в народе, что наряжают елку, накрывают стол. Конечно, многие ошибочно думают, что чем богаче стол, тем богаче будет наступающий год. Ну, и, конечно, это не так. Ну, если они хотят праздновать, веселиться, они, конечно, накрывают богатый стол, употребляют горячительные напитки. Хотя, я опять повторяю, это все-таки постные дни. Да, я тоже накрываю стол, но, конечно, очень скромный, потому что я-то в церкви праздную Новый год. У нас служба, мы прощаемся со Старым годом, 12 часов, 12 ударов колокола, мы благословляем народ, потом начинаем новую службу, с молитвой встречаем наступивший Новый год, потом я ухожу домой с нашими верующими. Это уже к часу ночи. Ну, стол-то обычно у меня очень скромный. Обычно мы этот стол накрываем 6 января после раздействительской литургии. Вот тогда он у нас бывает более праздничным, более богатым столом. Насчет выпивки. Ну, вино появилось современное, когда он, спустившись в город, попробовал виноградного сока. Вино – это цвет крови, символ жизни, символ пролитой крови Христа ради спасения человечества. Христос сам вкушал кровь, и мы в виде причастия вкушаем тело и кровь Христа. Но апостол Павел сам, он даже рекомендует иногда пить вино, иногда смешивать с водой, что полезно для здоровья, для желудка. Да, вино нужно. Оно полезно для сердца, для сердечно-сосудистой системы. Поднимает немножко настроение, убирает стрессы, но в небольших количествах. Но обычно это надо употреблять на Рождество. Ну, у нас принято, что на Новый год люди или шампанское, или вино пьют. Ну, что ж. Празднество есть празднество. По повелению святейшего католикоса Горегина II, 2015 год назван годом граната, фрукта, гранаты. Гранат. Прекрасный фрукт, который в себе имеет 365 ядышек или зерен. Он цвета крови. Это символ единства. Поэтому этот год назван годом гранаты, чтобы было единство народа. Потому что в этом году, в столетии геноцида армян, мы надеемся на признание со стороны некоторых государств геноцида армян. И католикос призывает нас всех к единению. К единению по одной армянской крови и по пролитой крови. Воспоминания, что была пролита кровь в 1915 году. Вот в связи с этим мы обозначим год вот так. Ну и в конце нашей беседы, поскольку мы через день празднуем светлое Рождество Христово, ваши поздравления и пожелания. Ну и от всей души, от всего сердца поздравляю всю нашу пасту, всех наших жителей со светлым Рождеством Христовым, с пожеланиями того, чтобы этот год был под сенью благодати Рождественской, чтобы Святая Десница Христа, Его Святой Крест, охранял бы нас. Да принес бы Он нам мир, безопасность, веру, любовь, единство и благоденствие. Сразу по окончании беседы духовный предводитель Арцаха показал нам свою рождественскую елку, а также трехсторонние эскизы, уже почти на две трети построенного в Степанакерте Епархиального кафедрального собора Пресвятой Богородицы. В нашей первой постновогодней программе еще одни поздравления мэра города Степанакерта Сурена Григоряна. Дорогие степанакерцы, вот и наступил новый 2015 год. В связи с этим разрешите от имени мэри города и от себя лично сердечно поздравить всех вас, жителей столицы нашей Арцахской республики, с Новым Годом и с Рождеством Христовым. Как известно, каждый Новый Год – это праздник, а встреча и празднование Нового Года – это традиция, которая у разных народов, в разных странах проявляется по-разному. Однако есть нечто общее в этой традиции для всех нас, для всех людей. То, что делает Новый Год праздником, создает хорошее впечатление. Это неиссякаемая любовь к жизни с надеждой на ее лучшие проявления в Новом Году. Каким бы ни был уходящий год, Новый Год всегда олицетворяет собой оптимистичные настроения на будущее, вселяет надежду на восполнение всех наших желаний, в первую очередь самых простых и самых желанных. Дорогие друзья, 2015 год будет ознаменован жизни нашего народа, нашей республики рядом с знаменательных и важных политических мероприятий. Наша страна неуклонно движется вперед, с каждым годом наращивая свой социально-экономический потенциал. Вместе с ней растет и хорошеет столица нашей республики Степанакет. Не смысл перечислять все наши достижения за эти годы, равно, как говорится, о планах на будущее. Есть смысл и есть надобность выразить уверенность в том, что все, что нам не удалось сделать в прошлом году, обязательно мы притворим в Новом Году, а также заложим основы будущих наших работ. Хочу пожелать всем нам именно этого, притворения жизни, всех наших планов по социально-экономическому развитию и влагаюстройству города. Вместе с тем, хочу пожелать каждому из жителей столицы неизменно крепкого здоровья и оправдания надежд на будущее. Каждой семье благополучия и семейного благоустройства, мира и процветания. Всех вам благ, дорогие степанакерцы. С Новым годом и с новым счастьем. Череду праздничных материалов продолжает репортаж из Степанакерской русской школы номер 3 имени Грибоедова. Новогоднее выступление для родителей и учителей подготовили ученики 1-го Б-класса школы. Открыли праздничный утренник своим танцем «Снежинки». Смелые свечинки кружатся всегда, выросли с укропы, возле двора. Сало от снежинок, улица светлей, только одеваться нужно потеплей. Просто невозможно зиму не любить, скоро будем бабу снежную любить. Если на прогулке в снег мы упадем, встанем, отрекнемся и опять пойдем. Привезут из леса, елку в детский сад, где мороз поздравит в праздникам дня. Десять раз в неделю мы считаем мы, что сошли стареем и яркие огни. В гости явился снеговик, который призвал людей не губить живые ели. О, елочка, моя елочка, я ведь тебя знал. Здравствуйте, ребята, долго я ее искал. Ваши следы привели меня сюда. И зачем она вам понадобилась? А найдите-то как ее? Ой, я думала, это уже Дедушка Мороз пришел к нам на праздник. А это, оказывается, снеговик, пожаловал к нам в гости. Здравствуй, снеговик! Снеговик, разве ты не знаешь, что у нас сегодня праздник? Это какой еще праздник? Самый любимый у детей и взрослых самый веселый Новый год. В каждом доме его жутки, его приходы готовятся. Наряжают елки, зажигают огоньки на елках. Наряжайте искусственные елочки, не губите живые деревья. Что же я теперь скажу своим друзьям-зверушкам? Ребятишки ласково простились со старым годом-годом лошади. Да, руку добрый старый год, товарищ дорогой, Повсюду время настает прощение с тобой. Был я с вами целый год, помогал я всем, как мог. Но не надо огорчаться, продолжайте веселиться. Между лесными зверушками завязался спор, кто из них станет символом 2015 года. Очень сложная задача, предстоит нам не иначе. Надо строить, порешать, кому год передавать. Да чего ж тут решать? Знаем все тебя, мой мать. Хочешь год сама возглавить, хочешь всеми нами править. Я послушаю всех вас, а потом издам указ. Совещайте же, друзья, что еще скажу вам я. Издавай скорее указ. Год назвать лисицей годом. Я пристану перед народом. Величава и прекрасна, все пойму, что не напрасно. Год назвали моей честью, говорите мне, как есть. Да, красиво ты молтаешь, только гороскоп не знаешь. Посмотрите же, вот он, в нем уж год определен. Дай-ка зайка гляну я, может очередь моя. Я могуч, красив, умен. Год козы будет прекрасно. Я уверен, всем нам ясно, что несет нам Новый год много радостных хлопот. Решив все подготовительные вопросы, ребята стали поджидать в гости Деда Мороза и Снегурочку. Ау, 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 здравствуйте дети, здравствуйте гости. С Новым годом! Сколько лиц кругом знакомых, сколько здесь друзей моих. Хорошо мне здесь, как дома, возле елочек своих. Все друзья мои собрались. Новогодний светлый час. Целый год мне встречались. Я соскучился без вас. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Светлой жизни сто годов и здоровья сто пудов. Всех бы обнял вас сегодня. Да не хватит, друг моих. Славной елке новогодней я зову друзей своих. В присутствии Деда Мороза и его снежной внучки ребята прочитали новогодние стишки. Много-много лет подряд елка радует тебя. Наши мамы, наши папы, бабушки и дедушки водили тоже хоровод возле елки Новый год. Всех приветствую, друзья. Очень-очень рада я. Год 15 принять и дарит всем благодать. Путешествие веселье, труд ударный новоселье. Всем здоровья и удачи, много радости в придачу. Новый год, Новый год, всюду наступает всех народ. Новый год радостно встречает. Какой нам праздник нравится, вы догадайтесь сами. Снегурочка красавица и Деда Морозу сами. Встречаем что у елочки? Конечно! Новый год! Пусть печали и невзгоды старый год с собой возьмет. Закружились хороводы. Здравствуй, здравствуй, Новый год! С Новым годом поздравляю весь свой дружный класс. Мы на елке соберемся, встанем в хоровод. У Мороза все попросим счастья на весь год. Говорят под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Пусть 12 час пробьет и начнется Новый год. Пусть он все нам принесет много-много смеха. Новый год! Особый праздник, тут сбываются мечты, чудеса, фейерверки, даже Дед Мороз у нас сидит. Вот и наступил новый 2015 год. Год козы. Я надеюсь, он принесет нам всем счастья, радости. И наши детишки подготовили маленькое выступление для своих родителей. Обрадовали и родителей, и меня в том числе. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Пусть сбудутся мечты всех арцарцев. Действующая при Союзе воинов-освободителей Арцаха молодежная организация «Защитник Отечества» уже седьмой год раздает новогодние подарки в дошкольных учреждениях, причем в этом году не только столицы, но и районов. В Степанакирском государственном садике номер один дарителей встретили весельем и хороводом вокруг елки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, В зимой и летом стройная зеленая была. В зимой и летом стройная зеленая была. От имени детей дирекция садика поблагодарила Союз воинов-освободителей, а сами малыши в знак благодарности прочитали новогодние стишки, в том числе маленькая Сусанка на русском языке. «Снег идет! Снег идет! Значит, в школе Новый год! Дед Моёсь к нам придет, всем подарки принесет!» В последние дни прошлого года состоялась пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии НКР Сырпуи Арзуманян. В оступительном слове были подведены определенные итоги 2014 года. В 13 общинах были организованы местные выборы, 6 из коих внеочередные. Наблюдается омоложение избираемых глав общин. Возрос процент избранных женщин, составляющих одну треть от общего числа. В июле в общинах Гузе-Чартар и Чартар был проведен плебисцит на предмет их объединения в город. За указанное решение высказалось более 90% чартарцев, и уже 18 января состоятся выборы первого мэра. Сырпуи Арзуманян обосновало принятие и вступление в силу с 1 января 2015 года нового избирательного кодекса. Во-первых, в течение 10 лет действия прежнего кодекса возникла необходимость введения поправок и изменений. Во-вторых, изменения продиктованы и грядущими в мае 2015 года парламентскими выборами с учетом нового соотношения пропорциональной и мажоритарной систем. 22 депутата будут избраны по пропорциональной, 11 по мажоритарной системам. Вместо прежних 16 территориальных округов будет 11. Отдельным пунктом кодекса установлено, что 20% партийных списков должны составлять женщины, а минимальный количественный состав указанных списков – 5 человек. 200 миллионов драмов предусмотрено госбюджетом на организацию и проведение парламентских выборов. Сырпуя Арзуманян отметила пассивность начального этапа общественных обсуждений нового избирательного кодекса, выразив вместе с тем удовлетворение большой активностью обсуждений парламентских. Председатель Центра избиркома проинформировала журналистов о том, что в течение 2015 года намечаются помимо парламентских выборы органов местного самоуправления в более чем 200 общинах, в том числе в столице Степанакерти. Новшеством стало право партий выдвигать своих кандидатов на местных выборах. Далее глава Центра избиркома ответила на вопросы журналистов и поздравила всех присутствовавших с новогодними и рождественскими праздниками, подарив им сувениры в тему. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник» подошло к концу. Вновь поздравляю всех зрителей общественного телевидения НКР с наступившим Новым годом и грядущим Рождеством Христовым. Встретимся в телеэфире 11 января. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова